МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В уникальном формате запланированы встречи Петра Порошенко с Бараком Обамой, Дэвидом Кэмероном, Ангелой Меркель, Франсуа Ландом, Матео Ренци. Также пройдут двусторонние встречи, в том числе с лидерами Канады, Польши, Литвы, Испании, Норвегии, Швейцарии и Турции. Повестка дня саммита почти полностью посвящена ситуации в Украине. Как ожидается, на встрече будет одобрено создание сил быстрого реагирования НАТО численностью в несколько тысяч человек для защиты стран Восточной Европы от возможной российской агрессии. В Верховной Раде проходит закрытое заседание. Парламентарии обсуждают ситуацию на юго-востоке страны, в частности, вопросы по защите и обороноспособности Украины. На заседание приглашены руководители силовых ведомств, глава правительства и министры. Также ожидаются присутствия представителя Нацбанка. Сейчас в Верховной Раде работает наш корреспондент Анна Каменева. Аня, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Вика. Пока что подробностей и деталей закрытого заседания нет, но нам удалось узнать, в частности, от депутата Анатолия Гриценко, что сегодня будет рассмотрено три блока вопросов. Это противодействие российской агрессии, обеспечение переселенцев из зоны АТО и Крыма, а также антикризисные действия правительства. Также нам удалось пообщаться с генпрокурором Виталием Яремой. Он сказал, что сегодня перед депутатами сделает отчет, как идет расследование по уголовным производствам, открытым на бывших чиновников и руководителей Укроборонпрома, за уничтожение обороноспособности нашей страны. Прошу послушать прямую речь. Сегодня уже оглашены подозрения, в том числе бывшему министру обороны Ежелю. Также притягивается к ответственности руководство Харьковского, Житомирского, Киевского бронетанковых заводов за разворовывание государственного имущества, военного имущества. Основное это, конечно, не наказать этих людей, а создать условия, чтобы украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса работали сегодня эффективно и предоставляли необходимую техническую военную помощь для нашего войска, чтобы оно могло охранять нашу страну. Кроме этого, Виталий Ерема сообщил, что продолжается расследование и по ситуации под Иловайском. В частности, сейчас Академия Генштаба проводит военно-тактические экспертизы по поводу действий руководства Минобороны и Генштаба. Но пока что даже предварительных итогов нет. Также сегодня нам стало известно, что сегодня депутаты рассмотрят и вопрос о создании Временной следственной комиссии, которая будет расследовать ситуацию под Иловайском. И сейчас мы ожидаем брифинга народного депутата и главы фракции Батьковщина Сергея Соболева. От него, в принципе, и должны узнать первые результаты закрытого заседания. Ждем его с нетерпением, ждем его выхода к прессе. Ну а на этом пока все. Студия. Спасибо, Аня. Напомню, на связи был наш парламентский корреспондент Анна Каменева. Межведомственный центр по всем вопросам пленных, пропавших без вести, будет создан в ближайшее время. Об этом заявил глава СБУ Валентин Наливайченко, покидая закрытое заседание парламента. По его словам, единый межведомственный центр по решению президента должен быть создан сегодня на уровне руководителей силовых и оборонных ведомств по всем вопросам пленных, пропавших без вести и погибшим. Через этот единый центр можно будет получить всю информацию о родственниках и знакомых. Кроме того, глава СБУ отметил, что он и руководители других силовых ведомств просят парламент на законодательном уровне поддержать те решения, которые ранее принял президент Украины. Это и усиление военно-промышленного комплекса Украины, который должен работать в три смены. Также направление бюджетных осигнований, прежде всего на социальную помощь, пояснил Валентин Наливайченко. Украинские войска продолжают наносить удары по боевикам и технике противника. За ночь силовики уничтожили более 100 российских военнослужащих и террористов. Об этом сообщают в пресс-центре АТО. Боевые действия шли в районах Донецка, Горловке, Стоколовой Балке, Старопешевой, Амросиевке. Активность российско-террористических войск отмечается в Станично-Луганском районе Луганской области. В целом зафиксировано снижение активности обстрелов со стороны оккупационной группировки российско-террористических войск. Однако в то же время возросло количество огневых ударов, наносимых с территории России. Россияне с применением системы СМЕРЧ обстреляли позиции наших войск. Близ населенных пунктов Веселая гора, Валуйская, Дмитровка. Трижды открывали огонь по украинским пехотинцам возле поселка Победа. Кроме этого, с установки БМ-21 «Град» и минометов обстреляли места дислокации и блокпосты сил АТО. Вблизи Плотина, Красная Толовка, Никитина, Золотое, Дебальцево, Фащеевка, Степное. Служба безопасности задержала радиоинженера, который передавал боевикам данные о переговорах подразделения АТО. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По заданию российской разведки, предатель на специальной аппаратуре незаконно прослушивал украинских силовиков и предоставлял ведомости диверсантам Абверу, Носу и Стрелку. Управление СБУ Харьковской области начало уголовное производство по статье «Государственная измена». Госдепартамент США критически относится к плану Владимира Путина по разрешению ситуации на Донбассе. Об этом заявила представитель Госдепаша Дженнифер Псаки. Если глава Кремля действительно готов прекратить финансирование и вооружение боевиков и вывести свои войска из Украины, то Вашингтон поддержит это решение, заверила Псаки. Однако план Путина не предусматривает таких шагов. Более того, слова российского лидера часто расходятся с его делами. Президент США Барак Обама и премьер Великобритании Дэвид Кэмерон пообещали Украине поддержку в противостоянии с Россией. Об этом они написали в своей общей статье в британской газете «Таймс». Западные лидеры подчеркнули, аннексия Крыма и введение войск в Украину – это нарушение Москвы базовых принципов международного права. Поэтому они уверены, что Запад должен поддержать выбор Украины на пути демократического развития, а также помочь ей нарастить свой потенциал. Ангела Меркель больше не сможет защищать Владимира Путина, пишет авторитетное немецкое издание Der Spiegel. Переградив Жиземину Люборозу взятием Киева за две недели, глава Кремля утвердил себя в роли врага НАТО. И канцлеру Германии придется мириться с этим, считает автор статьи. При этом, напоминает, раньше Меркель была фактически адвокатом Путина и блокировала решение альянса против России. Теперь Берлину придется наказать Москву вместе с другими странами НАТО. В Россию из Украины возвращаются раненые военные. Это подтверждают в пресс-службе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Через погранпункты Гуково и Донецк регулярно направляются группы вооруженных лиц, а в сторону России травмированные военнослужащие. Также в ОБСЕ подтверждают обстрел украинской территории со стороны Федерации. В частности, в течение последней недели регулярно слышны артиллерийские взрывы и перестрелки, а также обстрелы оружием легкого и тяжелого калибра с регионов, граничащих с Украиной. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рад решению Франции о приостановке поставок России вертолета «Носца Мистраль». Об этом он написал в своем твиттере, подчеркнув, что оно важно для восстановления мира в Европе. Накануне на заседании Комитета обороны Франции приняли решение приостановить поставку десантного корабля. Прокомментировала этот шаг и Москва. Минобороны Федерации заявили, что не видят в нем особенной трагедии, но считают его неприятным. И таким, который вносит дополнительное напряжение в отношения с Францией. Ну и далее курсы валюты и цены на бензин. Еще увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»